Всем привет, вы на канале GoBlog и сейчас мы вам расскажем последние новости о жизни блогеров. Катя Адушкина рассказала, что в месяц тратит минимум 1,5-2 миллиона рублей. Большая часть из них уходит на аренду жилья, а также вложения в контент. По словам блогерши, ей на все хватает. Очень по-разному. Я думаю, что скажу точно минимум. 2 тысячи рублей на месяц. Да, это минимум. Ну, 1,5-2 миллиона минимум точно есть. Это больше, чем ты зарабатываешь, или меньше. Мне хватает, я вот так скажу. Милана Некрасова начала ходить на вокал. Преподаватель ей сказала, что у нее достаточно низкий голос, поэтому высокие ноты ей брать будет тяжело. Я была на вокале, и мне, кстати, мой учитель по вокалу сказала, что у меня голос такой типа женский, низкий, а не высокий. То есть, потому что я высокие, короче, ноты не беру. Вот. Вот так вот. Димас Блок и Аня Ищук скажут имя, когда родится ребенок. Все-таки имя мы узнаем после рождения малыша. До рождения малыша они не расскажут имя. Но уже после рождения, когда будет готов материал для ролика с рождением ребенка, они официально объявят его имя. Самый частый вопрос. Скажем ли мы имя? Конечно, скажем, блин, а как мы не скажем? Как это было в прошлый раз, ребеночек появился на свет, мы поняли, что да, это Тим. Все то же самое будет. Да-да, кто будет на выписке, узнают уже там. А потом, после выписки, когда у нас будет весь материальчик на руках, мы фоточку, наверное, выставим и всех оповестим. Фильм «Альвина» с Настей Ивлеевой может не выйти в прокат из-за полуголой вечеринки. Ивлеева летом 2023 года снялась в мелодраматической комедии в роли воображаемой подружки главной героини из детства, помогающей ей наладить взрослую жизнь. По информации из источников, реклама и прогрев к фильму должны были уже давно транслироваться, однако, как мы видим, ничего подобного не происходит. Возможно, это связано с решением авторов фильма «Залечь на дно» и «Не засветиться», пока скандал не утихнет. Диана Астер сменила образ на Эмма с несколькими розовыми прядями. Девушка тем самым готовится к выходу нового трека. Диана также предоставила отрывок трека под названием «Тупая». Юля Гаврилина тоже купила себе Apple Vision Pro. Не так давно очки только появились в продаже. Цена на них в России начинается от 500 тысяч рублей и может достигать миллиона. Но полноценно они работать не могут, так как сделаны для рынка США. Валя Карнавал Карнавал стала членом жюри нового масштабного юмористического шоу «Звезды» для телеканала НТВ. Телеканал НТВ и ВК-Видео запускает новое юмористическое шоу «Звезды». В новом шоу популярные звезды российской эстрады, телевидение, кино и театра сойдутся в юмористическом баттле, в котором не менее медийный жюри определит победителя и назовет имя самой смешной звезды России. Вместе с Валей Карнавал оценивать шутки и номера звездных участников будут Гарри Харламов, Сергей Жуков, Жора Крыжовников и Артемий Лебедев. Призовой фонд в составе 20 миллионов рублей, большая часть из которой пойдет на благотворительность. Ведущие проектом назначили Азамата Мусагалиева. Даня Милохи будет представлять Россию в своем дебютном боксерском поединке, который пройдет 16 февраля в Дубае. Время! Время! Руки пожлите! Адель показала, как Миша Литвин показывает рылки с ее обручальным кольцом стоимостью около 8 миллионов рублей. Что не будет? Все, спокойно. Айту, да, его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok